На вкусах не спорят, то есть моему брату нравится. И вы знаете, когда я открыла свой канал на ютубе, вроде бы все родственники нормально отреагировали, но когда я начала снимать мукбанки, вот блогер, все-таки у нас кавказская семья. Так как видят девушку в строительном бизнесе и еще блогера, это вообще что-то с чем-то. Всем привет, мои хорошие, с вами Эка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет хингал с мясом. Это мясо барашка, которое предварительно хорошенько обжарено. Еще здесь немножечко лучок и, конечно же, листья хингала. Если вы не знаете, что это за блюдо, это блюдо из азербайджанской кухни. Выглядит оно очень так вот аппетитно, очень вкусно. Я пролистала свой канал и поняла, что очень давно у нас не было хингала. Один раз я его снимала, конечно, где-то, наверное, 2-3 месяца назад. Вот решила еще раз. Обожаю просто. Смотрите, как это все выглядит. А, 1,5%. А если, например, заграничный какой-то банк будет, например, другой страны? То есть там будет разница? На чем мы остановились? Это просто звонил мне мой папа. Я не могу не взять трубку. Обычно хингал едят не совсем вот так. Вот у меня здесь готов мацони. Это домашний кефир. Вот так вот посыпаю сверху. Так бывает вкуснее, сочнее. Обожаю домашний кефир. Вообще все домашнее. Вы просили больше домашней еды. Я учитываю ваше желание при съемке видео. Поэтому, пожалуйста, домашняя еда. Я с утра встала. Сегодня, как всегда, я рассказываю про свое утро. Я встала. Я хотела сделать себе ноготочки новые. Но потом подумала, что на улице будет темно. В темноте, когда я снимаю видео, у меня такое лицо бывает уставшее. Не знаю, может быть, у меня освещение какое-то не очень хорошее. Но мне не нравится качество видео, снятое именно вечером. Получается очень плохое качество. Поэтому я решила ноготочки себе переделать. Я сама делаю себе гель-лак, если кто не знает. Ноготочки я себе переделаю вечером. А сейчас решила снять мукбанки. Вы знаете, уже где-то месяц я хочу себе темно-синие острые ноготочки. Но в прошлый раз, когда я переделывала их, я включила программу. Пусть говорят, там какая-то история очень интересная. Совсем забыла про то, что я хотела сделать синий. Начала делать. Вроде уже процесс коррекции закончился. Уже настало время наносить цвет. И тут я взяла первый попавшийся под руки гель-лак. И он оказался точно-точно такой же, как у меня был до этого. То есть у меня были розовые ногти, я сделала коррекцию опять в розовые. Ну там слегка, знаете, оттенок немножко другой. И даже не подумала о том, что у меня же месяц были розовые. Сейчас опять с розовыми ходить. И просто этот цвет мне настолько надоел. Мне хочется каких-то перемен. Будет время, сегодня переделаю. Может быть завтра. Но постараюсь сегодня вечером. Я снимаю сейчас для вас видео. Потом я иду на работу. Затем уже возвращаюсь. Там иду по некоторым делам. Банк туда-сюда. Потом уже сяду монтировать и выкладывать вам. Очень вкусно. Вот реально. Это просто обалденно. Это одно из самых любимых блюд. Просто божественно. Вообще на работе ко мне очень хорошо относятся в том плане, что меня понимают. То есть то, что я блогер, мне идут на уступки. Большую часть работы я выполняю дома. Выполняю по вечерам. В неделю хотя бы 3-4 раза я иду на работу обязательно. Без этого никак. Но в общем и целом. У меня замечательные отношения с коллективом. У меня замечательные отношения на работе. И я рада, что у меня есть работа. А не целыми днями я сижу дома. И даже делаю тут не в деньгах. Хотя в деньгах тоже. Человек должен находиться в коллективе. Девчонки писали о том, что хотят больше узнать о моей работе. Так как видят девушку в строительном бизнесе и еще блогера. Это вообще что-то с чем-то. В общем, если вам интересно, я сниму мукбанк. Как я буду сидеть и кушать. И буду рассказывать про свою работу подробно. Чем я занимаюсь вообще про компанию. Если вы хотите, то я могу прям даже там снять вам видео. Просто я опять же боюсь. Я сниму там видео. Все начнете. Вот реклама строительной компании и так далее. Но мне почему-то кажется, что чтобы прочувствовать эту атмосферу, нужно быть там. Будет, мне кажется, намного интереснее, если мы вместе с вами поднимемся туда. Там очень красивый вид открывается на город. На город. В общем, если вам нравится эта идея, чтобы пойти у себя на работе. снять какой-то мукбанк, может какой-то чаепитие. Немножко слегка там поснимать. То пишите. Если вы не будете меня обкидывать камнями в авто реклама, то я только за. Как вы видите, на моем канале очень мало рекламы. Ну, очень мало. Все, что я ем, я покупаю сама. Либо готовлю сама. Вот так вот. Еще мне очень часто задают вопрос, такой момент. Как вообще родственники, знакомые отнеслись к тому, что я вот блогер. Все-таки у нас кавказская семья. Многие люди из России, наверное, немножко неправильно понимают вот эти кавказские понятия и так далее. Азербайджан это все-таки не Дагестан, это не Чечня. А здесь как бы все намного современнее, чем там. Там, конечно, да. Там чтят традиции и все такое. Там намного строже, чем здесь. В этом плане здесь очень просто. Но. Вы знаете, когда я открыла свой канал на YouTube, вроде бы все родственники нормально отреагировали. Но когда я начала снимать мукбанки, многие начали крутить у виска. Я не знаю почему. Может, просто они не продвинуты, они не знают новые направления в YouTube. Мне самой очень нравится смотреть мукбанки. Я реально искренне это говорю. То есть это что-то новое. А люди к новому, как правило, никогда не бывают готовыми. И когда я начала снимать про косметику, все вроде начали меня поддерживать. Да, круто, молодец, как интересно. А потом, когда я перешла на еду, я начала слышать, знаете, такие фразы. И что ты думаешь, что это кому-то интересно? Я говорю, эти видео набирают просмотры. Людям нравятся. Я сама люблю подобные видео. Ну, ты знаешь, как. Ну, есть очень узкий круг людей, которым нравятся подобные видео. Но знаешь, большую аудиторию ты с этими видео не наберешь. Вот, ты знаешь какого-то блогера, у которого огромная аудитория, который вот конкретно снимает то, что снимаешь ты? Я такая не могла привести аргументы, потому что тогда я не была знакома с этими, с американскими блогерами, которые снимают что-то наподобие меня. Вот. Мне все сразу говорили, снимай пранки. Ну, типа, знаете, желтая пресса Ютуба, вот что-то такое снимай. Сплетни. Но мне самое главное было, чтобы мне нравилось то, что я снимаю, что я бы хотела пересматривать свое видео. Вот. И в этом плане, конечно, меня не все поддерживали. Единственное, мой брат всегда говорил, что еда это интересно. И, кстати, брат Фати, он нам с первого дня говорил, что надо снимать про еду. У меня вот брат, сколько я его не помню, он всегда, когда кушает, он никогда не может один есть. Он либо раньше, когда мы были маленькие, тащил меня на кухню, чтобы сиди, посмотри, как я ем. Я не могу один кушать. А сейчас он просто включает видео мукбанкера. Но он, как правило, не знаю, почему-то любит смотреть на парней. Мне кажется, девочки любят смотреть на девочек, мальчики любят смотреть на мальчиков. И он смотрит одного мукбанкера. Ну, как мукбанкер? Он много не ест. Он просто ест столько, сколько он хочет, каждый день. И ничего такого необычного не говорит. Но о вкусах не спорят. То есть моему брату нравится. Он и меня смотрит. Так вот, когда он говорил, что интересно про еду, снимай про еду, я думала, что за бред? Вот что он несет? О чем он думает? Тогда он ни в чем не разбирается. А потом, как сама подсела. Сейчас, честно, я обожаю видео про еду. Я считаю, что еда поднимает настроение людям. Мне кажется, все больше и больше люди придают значение именно вкусной еде. Сейчас мне опять начнут писать в комментариях, что-то как с горы спустилось, что-то велкой режешь. Но мне удобнее так. Ничего. Я и так и с горы спустилась. Я единственное, вы знаете, что не люблю у блогеров, это когда блогер получает свою популярность на какой-то грязи. Не хочу грубо выразиться, но мне кажется, это как-то мерзко. И вот эта популярность, которая резко появляется, она так и резко и уходит от тебя. Потому что люди просто подписались на тебя, чисто поржать над тобой, написать тебе какую-то гадость. Это то же самое, как у Дианы Шурыгиной. В один день она проснулась популярной, а сейчас куда-то ее зовут и так далее. То есть я не люблю, когда так делают. Это неправильно. Или, например, видно, что блогер подряд снимает, знаете, такие видео, прям чисто для хайпа, то обсирает Литуаль, то там на почте подрался. Вот подряд у него все видео у блогера, как он кого-то обсирает. Я, конечно, понимаю, что в жизни может произойти какие-то такие ситуации не очень приятные. У меня тоже происходит. И даже нужно бы снять видео на эту тему, чтобы люди были уведомлены. Но я всегда боюсь, что вот все подумают, что это хайп и так далее. А есть люди, которые конкретно на этом делают свою карьеру. Таких блогеров, как, например, Катя Клэп, она снимает что-то, знаете, неординарное, интересное. При этом никого не высмеивая, никого не оскорбляя, никого не обижая. Я считаю, что так и должно быть. И мы не делаем неправильно, что именно подписываемся на тех людей, которые пытаются свою карьеру делать на каком-то хайпе, на какой-то грязи, специально раздеваются до гола и выставляют свои фотографии, чтобы лишь бы на них подписались. Но это чисто мое мнение. Не каждый имеет право на него. Я стараюсь делать свои видео максимально безобидными, чтобы не обидеть никого. И просто с вами посидеть и покушать. Я вижу, что это вам нравится. И это на самом деле очень круто. Я вас всех очень сильно люблю. Я покушала. Надеюсь, что вы тоже покушали вместе со мной. Обязательно также подписывайте на мой инстаграм. Ссылку я оставлю внизу. Можете перейти. А на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok